В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Особая роль в паломническо-туристическом кластере Нижегородской области. Саров посетил глава региона Глеб Никитин. Вечная классика. Спектакль по пьесе Чехово-Вишневый сад на сцене Саровского драматического театра. В шаге от бронзовых медалей. Хоккейный клуб Саров Инвест занял четвертое место в высшей лиге чемпионата области. Далее расскажем обо всем подробно. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил наш город с рабочим визитом. Глава региона принял участие в конференции Института археологии Российской академии наук, посвященной итогам раскопок на Саровском городище. Работы проводились на месте воссоздания соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» на территории Свято-Успенского мужского монастыря «Саровская пустынь». В конференции также принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Подробности далее. Памятная доска из мрамора, на которой золотыми буквами высечена надпись о канонизации преподобного Серафима Саровского – это одна из самых уникальных находок, обнаруженных в процессе археологических раскопок на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Глава региона Глеб Никитин ознакомился с образцами артефактов и принял участие в конференции Института археологии Российской академии наук. Без истории действительно нет будущего. Только традиция, которая идет из глубины веков, может позволить устоять против натиска всех тех, может быть, оппонирующих каких-то духовных реений, информационных реений, которые направлены, к сожалению, против того пути, который убрала наша страна. Вот только такая традиция может позволить устоять. Археологические раскопки на Саровском городище носили спасательный характер и проводились на месте воссоздания соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». Также экспедиция исследовала средневековое Мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь. Обнаруженные артефакты относятся к различным историческим эпохам. В городе Сарове, в Нижегородской земле, есть ясное понимание поработничества, единомыслия, духовной жизни, ученых, общественных, культуры. И в это наша сила единственное согласие. В ходе раскопок полностью выявлены и исследованы фундаменты храма «Живоносного источника». Это позволило восстановить основные этапы его строительства и функционирования. Археологи исследовали кладбище вокруг храма, в том числе и захоронение героя Отечественной войны 1812 года генерала Бориса Полуэктова. Терроскопки – это новый шаг в археологическом изучении Центральной России. Они добавляют много нового к историческому прочтению Сарова. Это новые грани, новые аспекты его истории. И поскольку сегодня история воспринимается не только как абстрактное заключение, она воспринимается через конкретные находки археологические, через конкретные документы, через конкретные источники. На днях подписаны распоряжения правительства России о подтверждении программы развития кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Она предполагает восстановление объектов культурно-исторического наследия на территории региона. Глеб Никитин отметил, что наш город будет играть особую роль в паломническо-туристическом кластере. Это город сам по себе бренд, город-легенда. Здесь такое фантастическое сочетание науки, научного технологического наследия, причем такой научной славы настоящей нашей страны, ядерный щит и духовного наследия, наследия батюшки Сергея Михайловна Саровского. Также Глеб Никитин принял участие в заседании Духовно-научного центра, темой которого стала национальная культура как базовый элемент развития России. Дарится Порыгина Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Неповиновение требованиям сотрудника госавтоинспекции и очередная погоня на улице города. Привлекавшийся ранее за езду в нетрезвом виде автолюбитель решил избежать ответственности за повторное нарушение. Вместо того, чтобы остановиться по требованию сотрудников ГИБДД, водитель прибавил скорость. Чем еще запомнилась прошедшая неделя стражам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Пренебрежение правилами дорожного движения может привести к печальным последствиям. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшествий. В авариях никто не пострадал. Одно из ДТП произошло на перекрестке улиц Павлика Морозова и Менделеева. Это «Шевроле Нива», которая двигалась по улице Павлика Морозова в сторону улицы Советской. Выехала на перекресток на запрещающий сигнал «Стафора» и совершила столкновение с автомашиной «Митсубиси-Ланцер», которая двигалась по улице Менделеева и выехала на перекресток на разрешающий сигнал «Стафора». Как потом пояснил водитель «Шевроле Нива», он выехал на перекресток на желтый свет, а значит, должен был завершить маневр. Но сотрудники госавтоинспекции разъяснили, что желтый – это запрещающий сигнал «Стафора». Так невнимательность и незнание правил дорожного движения стали причиной аварии. По видео мы посмотрели, он уже выехал на запрещающий сигнал, желтый, на перекресток, и тем самым он совершил правонарушение, предусмотренное статьей 12.12 Кодекса об административном правонарушении. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей пешеходов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРУ-24. Наш город в шестой раз примет участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Текст для диктанта этого года написал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и критик. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста, уровня образования и социального статуса. Пройдет «Тотальный диктант» 13 апреля в 2 часа дня во второй гимназии. Регистрация участников начнется 3 апреля на официальном сайте всероссийской акции. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У родителей юных соровчан есть возможность возместить часть расходов на приобретение путевок в санаторно-оздравительные лагеря. Компенсация может составить до 13 305 рублей. Как сообщили в Департаменте по делам молодежи и спорта, на меры социальной поддержки могут претендовать родители ребят в возрасте от 4 до 15 лет, которые купили или планируют приобрести для своих детей путевки сроком от 21 до 24 дней. Более подробная информация по телефону 6-71-79. Организаторы проекта «10 песен атомных городов» выложили в сеть новый клип. Музыканты исполнили песню бременских музыкантов из всеми любимого советского мультфильма. По традиции в записи клипа приняли участие музыканты из всех закрытых городов атомной промышленности, в том числе и соровчане. Полную версию клипа можно посмотреть на сайте YouTube. Саровская лыжница Анастасия Седова стала чемпионкой России по скейтлону. Соревнования прошли в центре лыжного спорта «Малиновка» Архангельской области. Воспитанница школы Олимпийского резерва «Атом» Анастасия Седова завершила гонку на 15 километров с результатом 39 минут 22 секунды. Завоевавшая серебро Алиса Жамбалова пришла к финишу на 18 секунд позже. Впервые за 70 лет Саровский драматический театр представил спектакль по произведению Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Это последняя пьеса автора, которой суждено было стать символом русской драматургии XX века. Спектакль рассказывает зрителю историю сменной эпохи поколений, которая дает неограниченное пространство для интерпретации. На премьере «Вишневого сада» побывала наша съемочная группа. Костюмы, музыка, декорации и все происходящее на сцене переносит зрителя в начало XX века. «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова – классический спектакль, который так долго ждали сравчане. Очень приятно было видеть всех в таком большом составе на сцене. Костюмы замечательные. Все понравилось, спасибо. Очень понравилось. Спасибо огромное артистам, прям замечательно играли. Спектакль очень понравился, хоть и классика, но трогает душу и замечательное настроение. Очень понравилось то, что такое классическое, вот классическое произведение, оно показано с точки, ну как бы достаточно академически, да, но и при этом такие вкрапления какого-то такого немножко современного, современных таких моментов, ну очень здорово. Я иду с ним на дно, но я люблю этот камень. Я жить без него не могу. Помещицу Любовь Раневскую, главную героиню пьесы, сыграла Ирина Авакумова. Эта роль считается жемчужиной в репертуаре любой актрисы. Конечно, это хочется сыграть, хочется к этому прикоснуться, хочется произносить этот текст, переживать те события, которые происходят с этими людьми. Поэтому, ну, конечно, это роли мечты. Как считает Ирина Авакумова, такие женщины, как Раневская, встречаются и в наше время. Героиня любит свой дом и не видит своей жизни без вишневого сада. Однако она не делает ничего, чтобы спасти свое поместье и надеется лишь на чудо. Это мне очень напоминает нашу интеллигенцию, так отчасти, которые очень искренне, искренне любят Родину, вот, говорят об этом. Действительно, пылают к ней страстью истиной. Как говорят актеры, этот спектакль и сейчас не теряет своей актуальности. А темы, которые в нем затраиваются, всегда будут волновать зрителя. Любая классика, она до сих пор актуальна, так как она поднимает вечные проблемы, вечные ценности в них затронуты, показаны. Спектакль «Вишневый сад» будут показывать в Саровском драматическом театре в апреле. Для зрителей старше 12 лет. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. О зависимости от лайков и репостов и влиянии искусственного интеллекта на сознание человека. В рамках проекта «Профтренд. Гибридные войны» специалисты Службы безопасности ядерного центра провели третью встречу со школьниками. Подросткам рассказали, как формируется база данных на потенциальных смертников, как роботы сканируют малейшую реакцию глаз пользователя социальных сетей и многое другое. Семиклассница Ульяна Скородумова, как любой современный подросток, не представляет своей жизни без интернета и соцсетей. На занятия в рамках проекта «Профтренд», посвященный гибридным войнам, она пришла из любопытства. Ее родители и учителя постоянно говорят о негативном влиянии соцсетей, но причину объяснить не могут. Здесь же нам подробно объяснили, откуда они берутся, как это работает, почему же они все-таки вредны, что стоит опасаться. И мне это очень понравилось, что мне наконец-то объяснили, почему это именно так происходит. Ульяна считает, что социальные сети полезны. Они облегчают жизнь школьников, расширяют круг общения и помогают узнавать много нового. На заседании дискуссионного клуба девушка узнала об обратной стороне соцсетей. Специалисты службы безопасности ядерного центра рассказали о манипулировании сознанием человека через лайки и репосты. Мы взрослеем все потихонечку, и рано или поздно до каждого из нас доходит, что эта зависимость – это глупо, и что лайки – это уже не главное. Например, со своими друзьями такой зависимости я на данный момент уже не наблюдаю. Цикл лекций в рамках проекта «Профтренд. Гибридные войны» завершился беседой со старшеклассниками о социальных сетях как средстве введения информационно-психологического противоборства. Занятие прошло в формате дискуссионного клуба, и школьники могли высказать свое мнение по этой теме. Ребята имеют возможность задать любой вопрос, который их интересует. Может быть, тот, который они не спросят в семье или в школе, постесняются в силу возраста. Или иногда не у кого спросить взрослый пароль, не оперируют таким объемом данных. Как показали встречи в дискуссионном клубе, тема влияния интернета на человека очень актуальна. Поэтому в следующем учебном году специалисты службы безопасности в НИЭФ возобновят занятия и продолжат говорить о разновидности гибридных войн. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Хоккейный клуб «Саров Инвест» поворолся за третье место в высшей лиге чемпионата области. В решающем домашнем матче наши спортсмены принимали на своем льду команду «Уран» из Дзержинска. Борьба за бронзовые медали областного чемпионата выдалась напряженной. На протяжении всей игры соперники шли на равных. Но удача оказалась на стороне гостей. Итоговый счет на табло 4-6 в пользу Дзержинского «Урана». Подробности в следующем репортаже. В первом периоде гости захватили инициативу в свои руки и отправили в наши ворота сразу три шайбы. Во втором игровом отрезке саровчане сравняли счет. Но буквально за пару минут до конца периода за воротами хозяев поля вновь загорелся красный свет. Третий период показал, что Дзержинский «Уран» настроен только на победу. Гости забили саровчанам еще два гола. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Встреча закончилась со счетом 4-6. По итогам турнира хоккейный клуб «Саров Инвест» занял четвертую строчку турнирной таблицы. Как показали все игры, не только плей-офф, но и чемпионаты, что в среднем где-то 5-6 команд трудительно равны, с которыми можно играть, с которыми интересно играть. Где-то люди побольше поиграли, где-то опыта побольше, где-то физически. Нам немножко не хватило, но как бы неплохой сезон. В прошлом сезоне команда «Урана» из Дзержинска стала победителем турнира высшей хоккейной лиги Нижегородской области. А в этом году спортсменам удалось занять лишь третье место. По мнению спортсменов, в этом сезоне за победу в чемпионате боролось 8 сильных команд, каждая из которых могла претендовать на первое место. Слава богу, выиграли. Были, конечно, особенно во втором периоде, были моменты, когда уже такая нервная игра пошла, но это все равно финал, хотя и за третье место, за бронзу, но за медаль. Даже где-то лучше выиграть бронзу, чем в финале выиграть серебро. Поэтому это всегда более радостно. Уже не первый год саровчане поддерживают любимую команду. Многие болельщики стараются не пропускать ни одной домашней игры. По их мнению, этот сезон для хоккейного клуба «Саровинвест» выдался удачно. На этих ребят стал ходить. В прошлом году они меня рассодорили. Многие ребята, так сказать, повысили свой уровень мастерства. Это вообще отлично. Я за некоторых очень рад на самом деле. Сезон великолепный. И хотелось бы, чтобы все-таки вот этой команде, администрации города, и вообще в ней обратили внимание. Именно этой команде. Молодцы. Мы не ожидали этого. Потому что первый раз играем в высшей лиге по области. Победителем чемпионата высшей хоккейной лиги Нижегородской области стал ХК «Старт» из Таншаева. Второе место у хоккейного клуба «Кстова». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова